Петр спрашивает Мой знакомый А вероломно обманывает моего приятеля Б, хитростью вытягивая деньги Я знаю об обмане, но не решаюсь разоблачить его Ведь с одной стороны, это их отношения, причем тут я С другой, во мне копится возмущение, как можно так поступать с человеком Попытки урезонить А словами проваливаются, он продолжает цинично обманывать Б Чувствуй себя соучастником обмана Как быть? Раскрыть Б глаза и выдать А? Или пусть обман продлится столько, насколько хватит благочестия А и плохой кармы Б? Ну, если Б, то есть тот, кого обманывает он ваш друг Или не знаю, какие-то у вас более близкие отношения И вы узнали, что вашего друга обманывает вот этот вот А То, конечно же, как друг вы должны ему помочь объяснить, в чем дело, чтобы ваш друг не страдал То есть, если мы что-то знаем и можем помочь, то мы должны это сделать Есть интересная история о карме Как вот, что может происходить Однажды один Саньяси, монах, шел, какое-то было у него путешествие, паломничество И по дороге он остановился в доме одного брахмана Саньяси в основном остановились в домах брахмана Потому что у брахманов можно гарантированно получить чистую пищу, благостную Вот, и, значит, когда он к этому брахману в гости пришел Там его встретили, как полагается Омыли ему столпы, накормили Спать положили Вот, и где-то там во дворе ему, значит, кровать поставили Вот, и все, он уже лег спать И среди ночи он слышит, что-то там его тормошит Он открывает глаза Жена этого брахмана, такая вся возбужденная Говорит, вот там страсть одолела мной Вот, я тебя увидела, я тебя полюбила и так далее Значит, вот, не откажи, исполни мое желание Этот Саньяси говорит, да ты что, я монах Вообще, у тебя муж, он в доме спит Что тут происходит вообще, иди домой То есть, он ее урезонил Вот, и, значит, без вариантов, да И она разгневалась То есть, мы знаем, что неудовлетворенное вожделение переходит в гнев Она разгневалась, убежала домой И через какое-то время этот Саньяси во дворе Который спал, он услышал в доме, значит, какие-то крики Какой-то шум Вскочил, вбежал в дом И увидел, что эта женщина, значит, ножом убила своего мужа Вот, и там, естественно, сразу шум гам там и так далее Вот, соседи набежали И она сказала при всех Смотрите, вот этот вот Саньяси, этот странствующий монах Это он убил моего мужа, потому что он хотел владеть мной Он негодяй, накажите его Ну, сразу же такое возмущение Этот монах бедный, он вообще дара речи лишился от такого поворота событий Вот, короче говоря, его арестовали Наутро, значит, его передали там в местному суду И там по-простому решили так Что, ну, Саньяси их нельзя там убивать Вот, значит, хотя за убийство За убийство должен быть, значит, смертная казнь Вот, и мы решили отрубить руку Чтобы все знали, что он такой грешник И так ему отрубили руку и прогнали И он шел и вообще ничего не понимал Боже мой, вот в ситуацию я влип, да? Вот, то эта женщина ко мне пристала Потом ложное обвинение, что я убил этого брахмана Потом еще и руку отрубили За что? Боже мой! Он до Господа обращался, ничего понять не мог Вот, и когда он в очередной раз остановился на привал Ночью он уснул, ему приснился сон И в этом сне он увидел себя в прошлой жизни Что он тоже сидел где-то там на берегу реки Там какой-то медитацией занимался И в это время из лесу вышла корова Такая, выбежала почти Вот, такая испуганная, растерянная Начала там метаться Потом куда-то она там забежала В какое-то другое лесо Вот, и через какое-то время Из этого же места, где корова появилась Выскочил какой-то мужик с топором И стал спрашивать Куда тут вот эта вот корова, я ее ищу, да, значит, я ее хочу зарубить Вот, куда она побежала Он стал спрашивать этого человека, который сидел Ну, этого монаха в прошлой жизни И тот стал думать Ну, я дал обет Быть честным, не врать никогда С одной стороны То есть я должен, если следовать этому обету Указать ему, куда корова пошла То должен быть честным С другой стороны, если я скажу ему об этом Он убьет эту корову Может быть, лучше солгать И вот он стал так думать В конце концов он подумал Ну, если этой корове суждено умереть от руки этого, значит, этого человека То что я могу поделать Уж лучше я своему обету буду следовать Вот, а пускай карма коровы Это будет ее карма А я буду следовать своему обету И он, следуя своему обету Никогда не лгать Рукой махнул Сказал, вот в том направлении пошла корова Вот, и этот, значит, человек побежал туда Догнал эту корову, нашел и убил ее Вот, и теперь этот человек понял, да, что Это корова, которую он, так сказать, сдал, да, в прошлой жизни Она превратилась в эту женщину Вот А тот, который убил корову Он превратился брахманом Мужем этой женщины И теперь это корова из прошлой жизни Которую убил этот человек Теперь она убила своего собственного мужа Вот, а на него указала, как на убийцу На этого Саньяси Потому что тот в прошлой жизни указал этому убийце Где найти эту корову Вот, и за это отрубили руку То есть, когда он понял Вот, вот, взаимосвязь Что сейчас, кажется, он как невинный пострадал, да Он успокоился То есть, знание, оно всегда успокаивает Вот, и к нему пришло это понимание Какого-то умиротворения И чувство справедливости Внутренне было восстановлено Хотя сначала он там негодовал Что за справедливость, где справедливость, да Вот, поэтому эту историю я привел для чего? Для того, чтобы вы поняли Что если вы что-то знаете И чем-то можете человеку помочь Вы должны это сделать В противном случае Вас также могут предать Вот, или вы можете Когда-то с такой же ситуацией Поэтому это ваша ответственность Помочь своему другу Геннадий